С вами Борис Тенцель и программа Контакт по понедельникам. Здравствуйте, здравствуйте. Новая неделя, понедельник и, как всегда, новые дела. В последнее время мы много говорим о религиозных праздниках. Песах, Пасха. Все время у нас в передачах участвуют эти слова и эти представления. И вообще эти праздники действительно приятны. Приятно сесть вместе со своей семьей и как-то отломить мацу и прикоснуться к вину. Ну, приятно, наверное, тем, кто идет в храм, вот как это было вчера, позавчера. Люди, которые исповедуют христианство, православные люди, отправлялись в храмы. И очень часто в наших семьях, семьях иммигрантов, которые приехали из бывшего Советского Союза, очень часто в семье можно наблюдать, что один человек иудей, другой человек христианин, по крайней мере, в моей семье много таких есть прекрасных пар, которые умеют, и не всегда, правда, умеют, сочетать в одной семье две религии, два вероисповедания, два уважения к другому человеку и к его вере. Это бывает не всегда просто, но, по крайней мере, многим из нас это удается. И сегодня у нас прекрасный гость, прекрасная возможность поговорить на эту тему. Как нам с вами быть более открытыми для своих близких, для их надежд и для их верований? По крайней мере, сегодня у нас прекрасный повод. У нас есть фильм, у нас есть люди, и у нас есть понедельник, когда мы всегда с вами начинаем что-то новое. А это действительно разговор, который не так часто звучит в наших передачах. У нас в гостях Леон Гандельман. Он бизнесмен, он меценат, и он герой фильма, который вы сегодня увидите. А вот сделала фильм, сняла фильм Ирина Савина. Ирина Савина – журналист, который сегодня тоже в студии и представляет. Но прежде чем мы начнем полностью передачу, я хочу сказать, что у нас передача состоит из двух частей. Я хочу, чтобы была некоторая интрига. Да, мы сейчас увидим главу семьи, мы увидим Леона Гандельмана, бизнесмена, а вторая часть – мы увидим его жену, его прекрасную половину, прекрасную помощницу, Ольгу Гандельман – дизайнер, меценат, и человека, который сделала все возможное, чтобы воплотить свою мечту. Ему же в этом помог. Но вначале первая часть передачи и первый фильм. Итак, Леон Гандельман и Ирина Савина. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Леон, вы бизнесмен. У вас хватает еще времени на то, чтобы заниматься какими-то, я знаю, благотворительными проектами? В последнее время ведь бизнес не так все просто, тем более для людей, которые совершили эмиграцию. Ну, для меня это как бы часть жизни и дело не менее важное, чем бизнес, благотворительность. Как только я финансово стал, получил возможность осуществлять благотворительность, я этим занимаюсь с удовольствием. Но это у вас как бы пришло, когда пришло вместе с деньгами, или у вас и раньше было желание? Оно всегда у меня было, но это было в таких размерах не тех, когда у человека есть деньги. Когда у человека есть деньги, возможности сделать что-то большое, он делает большое. Когда у меня было очень мало денег, я делал тоже делал, но очень мало. Я знаю, что большую часть времени вы все-таки занимаетесь бизнесом и проводите очень много времени в России. Это вот в России, вы себя как-то нашли как бизнесмен, а как меценат, вы тоже себя проявляете в России? С первых дней, с 88-го года я занялся меценатством, я выискивал еврейские организации, как таковых их еще не было, но были какие-то небольшие организации, и частные люди, там, ну, вы знаете, что... Это начало 90-х годов, да? Конце 80-х, начале 90-х? Да. Российская интеллигенция, в которой масса людей еврейской национальности, в те годы, как бы, вся интеллигенция обнищала в момент. И пенсионеры, и все. Да, это перестройка, начало перестройки. Да, перестройки, они просто упали на дно все, это люди, которые были врачи, преподаватели, люди искусства, и они все, как бы, у них вообще остались без средств существования, потому что те зарплаты, которые были при советской власти, и в период перестройки, они людей сделали нищими. Поэтому вся культурная часть интеллигенции, вернее, российская, она обнищала в момент. Это же все известные люди-звезды. Короче, им нужна была помощь. Я начал их искать. Потом приехал в Россию раба из Италии, Лазар, Берлазар. Для того, чтобы, как шлух ему от Любавичских... Послания Любавичского ряда. Да, послали его туда. Он пришел ко мне, он приехал от моего друга из Италии. И мы вместе с ним продолжили. До этого я, как бы, лично искал, кому помочь. Ну, именно помочь. Ветераны войны, инвалиды, дети. А как на вас смотрели окружающие? Вы знаете, не всегда в России, насколько я понимаю, понимали. Есть много людей, которые занимаются по-настоящему этим делом. То есть окружающие смотрят нормально, с благодарностью? Или в смысле, иногда, как люди, ему помогаешь, он думает, о, богач, с него больше вообще содрать надо? Ну, это, как всегда в жизни, мы не будем на это внимание уделять. Кто хороший, кто плохой. Когда делаешь хорошее дело, не имеет значения, кому ты делаешь. И ты посчитал нужным сделать хорошее дело, помочь инвалиду войны, обеспечить его лекарствами. Как он думает, ты думает, ты сделал свое дело, ты душу туда положил, чтобы кому-то сделать легко. Хорошо. Но все-таки вот приехал Бен Лазар, началась еврейская, как бы, линия благотворительности ваша. И одна из... Началось создание, как бы, еврейских общин. На... В Москве действующая была маленькая синагога. А скажите... Кроме хоральной, которая в центре города. Вот. А я включился в Любавическое движение, и мы стали создавать эту еврейскую общину. Сегодня у нас есть в руках фильм. Фильм, который рассказывает о том, что вы подарили синагоге свиток Тары. Скажите, пожалуйста, где это происходило? Это в Гриниче, здесь, где я живу. Это уже Америка. То есть вы успеваете, как бы, быть везде, и в России, и в Америке, помогать в России, и каким-то образом участвовать в... Не просто каким-то образом, подарок Тары, это непростое дело, в общем-то. Ну, я же живу в Гриниче, синагога находится в Гриниче. Это Манхэттен, это... Это где вы? Гриниче, это что? Коннектикут. А, это Коннектикут, окей. Вот. И, конечно, я по большим праздникам там бываю в синагоге, с детьми, но я не могу просто так приходить в синагогу, я опять что-то должен сделать. То же самое, что в России. В России я помогаю восстанавливать там памятники, в хоральную синагогу, в хоральную синагогу он тоже помог финансами. И помогаем всем ветеранам войны. Здесь мы приезжали несколько лет назад, тоже ветеранам войны чествовали. Ну, это как бы такое занятие, которое как бы мимо... Я его мимо не могу пройти, я должен что-то делать. Вас это волнует? Кроме того, меня волнует. В России много уже созданных организаций еврейских, я практически во всех участвую. Но все-таки свиток Тары, это было все-таки для американской синагоги. Для американской, да. Вы посчитали, что это именно здесь должно быть написано, в смысле хранится и подарок произошел. Скажите, пожалуйста, вот Ирина, давай мы с тобой несколько слов. Да, здравствуйте. Ирина, Ирина, ты автор фильма, который рассказывает о том, вот что есть такой прихожанин, есть такой еврей, который подарил синагоге Тару. Мы фильм в фрагментах, сейчас немножко это посмотрим. Скажи, пожалуйста, ты ведь не еврейка. Я не еврейка, я православная. Тебе это было интересно? Конечно, как журналисту, как телерадиожурналисту, конечно, мне интересна вообще история религии. История еврейской религии, она очень богатая, и я многое узнала, снимая этот фильм. Я, например, узнала, что Тора пишется долгие годы, и буквально даже одна помарка в ней списывает на ней всю работу, и нужно начинать все заново. Я узнала о том, что синагога должна быть укомплектована, что ли, тремя Торами, и вот Леон как раз делает облагое дело. Ты теперь уже... А ты не подумаешь о переходе в Евдовизм? Да нет, поздно менять уже. Хорошо. Тогда мы попросим показать первый фрагмент из этого фильма, который сделала Ирина, но главный герой этого фильма это Тора, которую подарил синагоге Леон Гангер. Да, это мой жест был как бы в память о родителях. Хорошо. Давайте посмотрим фрагмент первый. Любавическую синагогу Гринвича в штате Коннектикут знают, пожалуй, все жители этого небольшого уютного городка. Несмотря на свою скромную архитектуру и небольшие размеры, именно она привлекает наибольшее количество прихожан благодаря необыкновенно теплой семейной атмосфере, которую создают ее служители. В конце декабря 2008 года синагога пополнилась уникальным раритетом. Прихожане с благодарностью приняли дар Тору, ставшую третьим свитком, дополнившим два уже существующих. По еврейской традиции в синагоге должно быть три свитка. Именно их наличие создает определенную завершенность в укладе храма. Это очень важное событие в жизни нашей общины. Так прекрасно, что есть человек, осознающий всю важность учения Торы, потому что единственная причина, по которой евреи сегодня здесь после трех тысяч лет, наполненных испытаниями и счастьем, является Тора. Бог передал нам Тору через Моисея. Это слово Господа, воплощенное на пергаменте. Леон, скажите, пожалуйста, вы росли в религиозной семье? Нет. Я не рос в религиозной семье. Меня ничему еврейскому, религиозному не учили. То есть где вы познакомились впервые? Нет, ну я ходил, когда был ма... Меня также отец водил в синагогу, когда по большим праздникам мы ходили в синагогу, но... Я просто добавлю, я добавлю, потому что я узнала от родственников и друзей вот Леона и Ольги о том, что родители Леона во время войны подбирали раненых, больных и приводили домой, и лечили, и кормили, хотя самим нечего было есть. Вот просто эта благотворительность, которая живет в Леоне, мне кажется, она вот была в семье всегда. И, наверное, вот отсюда оно все вот и пошло. Да, наверное, это генетически передается. Да, вы верите, что это можно передать генетически? Ну, я знаю, что у меня дед такой был, отец такой был. Они всегда занимались. Они всегда готовы были поделиться. Они, да, они всегда готовы были оказать кому-то помощь. Скажите, пожалуйста, вот сегодня есть как бы, ну, перед вами дилемма стоит или нет, я не знаю, есть в России люди, которые нуждаются, и есть в Америке люди, которые нуждаются. Кому вы скорее протянете помощь? Ну, в России больше, если мы говорим о евреях, то в России больше нуждающихся евреев, чем в Америке. Поэтому, конечно, больше внимания я уделяю там. Здесь как бы символически. А там, я занимался всякими и разбирательствами, кто... Ведь среди евреев тоже не все отличные люди, которые от души делают все. Есть люди, которые что-то делают, что-то хотят целями за это, или себя хотят там выставить. Вот поэтому я еще раз скажу. Я скажу, что Леон помогает не только евреям в России, он также спонсирует студентов, которые учатся в театральном институте. Я знаю это, и я узнала тоже случайно об этом. Нет, мы помогаем многим. Я от еврейской общины помогаю там и семьям погибших милиционеров. Ну, ветераны войны это у нас всегда, каждый год. Я участвую с Кобзоном. Поете вместе? Поете вместе? Нет, я с ним, так как Иосиф Кобзон очень уважаемый не только в еврейском, не только в еврейском мире, человек, который всегда сразу на любые события там антисемитские первый отвлекается, собирает людей, и мы всегда с ним в этом отношении рядом. Вы знаете, что Кобзон делает концерты в Израиле каждый год. и вот артисты в общем-то в этой среде много еврейских евреев, многие из них откликаются на еврейскую жизнь и... Многие, да. Ну, с самого начала там ну, такие люди известные, как Ливаев, Абрамович, которые очень много делят... это мы, да, это мы знаем, как бы... И не только евреи, там, те же, тоже там, Дерипаска, Гуцереев, они тоже помогают еврейским общинам. Это что, сейчас стало, ну, я не знаю, модно, или как бы... Хотя они не евреи. Ну, такая, ну, видимо, такие люди умудренные чем-то. Да. Хорошо. Значит, мы продолжаем с вами смотреть фрагменты фильма, который создала Ирина Савина, журналист, и который рассказывает нам о том, как был сделан подарок свиток Тары еврейскую синагогу в Коннекте. Пожалуйста, второй эпизод. Гандельман будет упоминаться всякий раз, когда свиток будут извлекать для молитвы из специальной почетной ниши, где он обычно хранится. Не это ли лучший подарок памяти своим родителям в своей семье, в своей общине? А как вообще отнеслись члены вашей семьи к вот такому подарку? Насколько я знаю, такой подарок, скажем так, он не дешевый, мягко говоря. Поэтому просто я жил в Израиле, и мне приходилось сталкиваться с такими подарками. Это порой десятки тысяч долларов. Поэтому вопрос такой. У меня семья с радостью это все Куда деньги тратить? Это не возникает такой вопрос? Понимаете, в моей семье нет. Как вам это удалось? Почему это? они сами такие еще. Ну, такие родились? Да. Но они же не ваша генетика, или детей вашей генетикой? даже моя жена не моя генетика, она тоже самая такая же. В вашей генетической последовательности. Скажите, а вот как вы принимаете решение? Почему вы решаете сделать этот благотворительный поступок, а не этот? Из чего вы исходите? Вот, например, синагогу, я понял, вторую. первым делом я исхожу из того, если нужно что-то сделать, то у кого-то, кто-то же должен это делать. Если не я, то кто же? И если не сейчас, то когда? Ну, я не могу, если я вижу и знаю, что это очень важная вещь, не просто там дайте денег, помогите, мне нужно купить новую машину или еще чего-то. Мы этим не знаем. А такое-то к вам обращается? Бывают люди, которые приходят и говорят... Ну, бывают, это смешно, я их посылаю в другие места. Но бывает. Это привычка брать ответственность на себя. Все-таки брать ответственность в каких-то ситуациях, в которых человек чувствует, он должен взять ответственность. И вот ли он, мне кажется, из тех людей, которые берут ответственность? Ответственность на себя. Огонь на себя или ответственность? А? Огонь на себя или ответственность на себя? Да и то, и другое. Понятно. Скажите, пожалуйста, ну вот Тара, была написана, создана. У вас появилось ощущение внутри, ну, такого большего покоя, я не знаю, умиротворенности? Ведь вы создали такой подарок. Я подарил Тору в синагоге в память о моих родителях. Для меня это было очень важно как-то обозначить память родителей. Как зовут ваших родителей? Отца звали Яков. Ян Киркопель, а мать Гитля. Гитля. Ну, теперь есть такая память. И каждый раз теперь, когда Тора будет выноситься в синагоге, будет упоминаться... Не знаю, это уже не важно. Для вас это не важно? Ну, нет, важно, но это я не могу там... Как они будут делать, так и будут. Я не вмешиваюсь дальше. Я подарил... Хорошо. Смотрим следующий эпизод нашего фильма, вашего фильма о создании Торы и подарка, который сделал Леон Гандельман. Пожалуйста. Смотрение Торы не допускает ни малейшей ошибки, а в случае даже незначительной по марке свиток должен переписываться от руки заново. Обычно этот процесс занимает лет 10-15. Но, как шутит виновник торжества, сейчас, в связи с научно-техническим прогрессом, все происходит гораздо быстрее. Тора для Любавической синагоги готовилась год, а доставила свиток в Соединенные Штаты по просьбе отца, дочь Леона Анна. Для нее это тоже огромное событие. Я очень рада, что он делает это для бабушки и для дедушки, потому что я знаю, что когда бабушка и дедушка были живы, и когда они воспитывали своих сыней, они не могли воспитывать их очень по-еврейски и как им передать все науки этого старой религии. Так я думаю, что где бы они ни были сегодня, что для них это очень тепло в сердце. Я знаю, что для моего папы и для братьев, и для меня, что это как сейчас бабушка с дедушкой, и я знаю, что они были, ну я знаю по сказкам, по историям, что они были великолепные люди, очень сильные, очень добрые, очень правильные, как я горжусь, моей семьей. Мама, папа, я вас очень люблю. Да, вот я вижу, что для дочери тоже значимо. А вот скажите, пожалуйста, есть какие-то такие проекты у вас в планах, которые, я не знаю, вот человек написал Тору, может быть, теперь его, я не знаю, что-то такое, следующее он хотел бы сделать. Ну, следующее, поживем, увидим, что, как происходит событие, сейчас будет в Гриниче строиться новая синагога большая, Любавичская. А вот интересно, там много русскоязычных прихожан, евреев? Ну, я думаю, что человек 10. Человек 10 всего, да? То есть... Нет, из русскоязычных там... Ну, понятно, то есть основа вот этой... это бывает просто битком. Но не русскоязычные? Нет. Это американские. А как восприняли то, что, ну, восприняли американцы, американские евреи, восприняли то, что вот появился у них русский человек, русско-говорящие евреи? Дело в том, что Берл Лазар приезжал сюда, ко мне, в Гриниче, вот, а в Гриниче Рабай, его племянник. А-а-а, понятно. Двоюродный. Вот. И вот он меня туда и привел. Познакомил вас. Да. Но вообще окружающие сейчас воспринимают нормально, вот, русскоговорящих евреев, не считают их, что они как бы не настоящие, не кошерные евреи? Да нет, нет, на это никто не обращает внимания, что в России, что здесь, в России, люди, евреи, они в основном все никакого образования религиозного никогда не имели, поэтому для них сложность молиться и так далее. Не знают евреи так, но все переводится там на русский язык, и люди приспосабливаются, и никто не обращает внимания, кто, как говорят, хороший еврей, кто плохой. Кто пришел в синагогу, значит, ну, уже нормально. Уже нормально. Ирина, скажите, пожалуйста, вот у вас свежий был взгляд, ну, человек как бы со стороны, вот вы смотрели, вы создавали фильмы, думали об этом. Были какие-то моменты, которые вас более всего, я знаю, удивили, поразили? Поразили. Ну, наверное, вообще, в принципе, как бы всегда испытываешь какое-то чувство гордости, когда русскоговорящие граждане делают какие-то очень важные и нужные и правильные вещи в жизни. И я, когда ближе познакомилась с этой семьей, с Леоном и с Ольгой, я просто поняла, что это люди, которые, да, действительно живут душой, с людьми, которые их окружают, они, да, всю душу отдают, они не жалеют ничего, не жалеют себя, не жалеют. И для них, вот понятие религии, вот Леон сейчас говорит о еврейских организациях, я просто знаю, что для них это понятие гораздо более широкое и не замыкается только в рамке религиозного, что это люди, которые способны сочувствовать и приходить на помощь любому человеку в этом мире. А часто вам приходилось, вот вы когда создавали этот фильм, вы слышали еще подобные истории, где-нибудь в других местах, вот подарки такого типа? Вы знаете, что я знаю, что семья Ольги, то есть вот жены Леона, они не афишируют, но они собирают деньги, то есть вот накопили какую-то сумму денег, отправляют в Украину, отправляют в Россию, помогают каким-то нуждающимся людям, помогают школьникам, помогают пенсионерам. И для меня вот это было актом такого, знаете, какого-то прозрения. Ну вот мы все здесь зарабатываем в Америке, да, мы живем здесь, да, мы трудимся, мы пашем как лошади, мы зарабатываем деньги. Но у всех ли у нас хватает, хватает вот этого вот, этого благородства, щедрости, отделить часть своих доходов и послать тем, кто действительно нуждается в этом, тем людям, которым мы действительно можем помочь. Может быть, да, мы что-то зарабатываем, друзья мои, но может быть, можно посчитать и часть этих денег, кусочек, хотя бы маленький, небольшой, в качестве благотворительности отправить тем, кто в этом нуждается. Вот для меня это было таким, можно сказать, откровением, именно вот благодаря тому, что я познакомилась с такими замечательными людьми. Дети уже делают какие-то подарки? Дети уже занимаются благотворительностью вашей? Ну, дочка занимается, да, она давно уже, она преподает йогу для детей бесплатно в больницах, весь в Нью-Йорке, в Нью-Йорке, у нее это номер один. Ну, тоже гены, все передается по наследству, как видите. Часто вы собираетесь всей семьей вместе? Вы бизнесмен, много ездите, много путешествий? Ну, собираемся, но особенно по праздникам. Это праздник? Да. Хорошо, тогда мы посмотрим еще заключительный, да, у нас заключительный есть эпизод, пожалуйста, покажите нам заключительный эпизод, последний из этого фильма. Да, я просто хотела сказать, что в этом последнем эпизоде я использовала цитату Куприна, и вот как-то вот так совпало, просто когда я готовила эту картину, я случайно наткнулась на эту цитату, она меня тоже очень взволновала, и я решила, что она может, так сказать, завершить нашу работу. Хорошо, итак, Куприн и Тара, очень неплохо звучит. Удивительный, непостижимый еврейский народ, писал когда-то Александр Куприн, что ему суждено испытать дальше. Сквозь десятки столетий прошел он, ни с кем не смешиваясь, тая в своем сердце вековую скорбь и вековой пламень. Пестрая, огромная жизнь Рима, Греции и Египта давным-давно сделалась достоянием музейных коллекций, стала историческим бредом далекой сказкой. А этот таинственный народ, бывший уже патриархом во дни их младенчества, не только существует, но сохранил повсюду свой крепкий, горячий южный тип. Сохранил свою веру, полную великих надежд. Сохранил священный язык своих вдохновенных божественных книг. Сохранил свою мистическую азбуку, от самого начертания которой веет тысячелетней древностью. Что он перенес в дни своей юности? С кем торговал и заключал союзы? С кем воевал? Нигде не осталось следа от его загадочных врагов, от всех этих филистимлян, амелькиан, маовитян и других полумифических народов. А он гибкий и бессмертный, все еще живет, точно выполняя чье-то сверхъестественное предопределение. Мазал-тоуф! Мазал-тоуф! И на этом мы заканчиваем первую часть передачи. Я хочу поблагодарить Ирину Савину, поскольку она сейчас будет как бы вне пределах студии, а вот на место ее в студии приходит жена, жена Алена, Ольга Гандельман. И вы узнаете вторую часть, в общем-то, интересной истории этой семьи. Итак, реклама. До света! Так называют пациенты водолечебницу Миракл на западном побережье Флориды, где круглый год лета. Лечиться надо в правильном месте в нужное время. Водолечебница Миракл это диагностика, лечение и профилактика многих заболеваний, комфортные условия проживания, трехразовое питание, а также омоложение, здоровление, отдых, развлечение и экскурсии. Наша тактика профилактика. Будьте здоровы и до скорой встречи, друзья! Перестройка Американский фильм об эмигранте из России покорил Лос-Анджелес и приходит в Нью-Йорк. Ведущие кинокритики Голливуда о перестройке Лос-Анджелес Уикли Спешите, этот крайне интересный фильм захватывает воображение. Лос-Анджелес Таймс Фильм искрится находками и прозрениями. Варайти Фильм трогательно забавен, захватывающе красив, смотреть его непрерывное наслаждение. Филмкритик.ком Одна из наиболее оригинальных и интересных картин года. Я перенес операцию по удалению геморроя, но мне это не помогло. А здесь мне помогли и мне. И мне. И мне. И мне. Не хирургическим путем, без операций. В течение пяти минут. Новым методом. Меня вылечили. Меня избавили. Мне удалили. Удалили. Геморрой. Мермейд Фэмили Хэллскер. 718-373-89-61. Приходите в обновленный ресторан Националь. После реконструкции открыты два зала. Здесь вы можете провести любое семейное торжество. Бармицвы, батмицвы, дни рождения и, конечно же, свадьбы. Все возможно в ресторане Националь. Вас ждут уютная атмосфера, изысканная кухня, новый интерьер, лучшая музыкальная программа, новое фантастическое шоу. По пятницам и воскресеньям особые скидки. Звоните 718-646-12-25. Ресторан Националь. Это старая, добрая репутация. Центр интегрированной медицины доктора Клейнермана это уникальное соединение европейской и восточной медицины, дающее прекрасные результаты при любых заболеваниях. Интегрированное лечение с использованием внутривенных инфузий позволяет во многих случаях избежать оперативного лечения и предотвратить развитие осложнений. Ваше здоровье и молодость лучшая награда для доктора Джозефа Клейнермана. С вами Борис Тенцер и мы продолжаем нашу программу «Контакт по понедельникам». Я говорил вам уже о том, что у нас есть определенная интрига. Интрига заключается в простом. Одна семья, два любящих человека, прожившие жизнь, имеющие свое мнение и свое отношение к жизни. Один делает подарки для синагоги, а другой делает подарки для храма, потому что один – евдей, другой – христианин. Мне показалось, что это интересно, поскольку в этой семье не создаются проблемы, которые зачастую бывают в тех или иных семьях наших эмигрантов. По крайней мере, мне приходилось сталкиваться с людьми, в которых была проблема, как воспитывать детей, какое направление дать детям, потому что он еврей или она еврейка, и наоборот. В этой семье мы посмотрим с вами немножко другую ситуацию. У нас сейчас в студии Леон Гандельман, бизнесмен, меценат, и его жена Ольга. Ольга Гандельман, дизайнер и тоже меценат. Дело в том, что Ольга сделала все возможное, чтобы место, где она жила, на Украине, появилась новая церковь. И помогла ей в этом? В России. В России. Значит, вы меня поправите, это Россия, ничего страшного. Выписк. И помог ей в этом Леон, ее муж. Ольга, прежде всего, это Россия. Я сразу исправляюсь, и сразу беру, потому что в моем представлении я хотел сказать в Советском Союзе, а получилось в России. Ну, неважно. Где это? В каком месте России это происходит? Это в черноземной полосе России. Это 500 километров южнее. Какой области? Город Липецк. А, город Липецк. Ну, мало его кто знает. Это ваша родина? Это моя родина. Там вы родились, там ваши родители были, там все было. Сестры, братья все там были. Скажите, вы когда-нибудь думали о том, чтобы наступил такой момент, что вы сможете подарить церковь? Нет, я, конечно, не думала об этом. Потом у меня какая-то возникла такая идея, или даже наваждение. И я очень долго уговаривала своего мужа, чтобы он мне помог финансово. Ну, в конце концов, у нас получилось. То есть у вас появилась такая идея? Когда это было? Как много лет назад? Наверное, уже лет шесть назад. Или шесть назад? Да, мы ее недолго строили, примерно два с половиной года. И сейчас она уже года три как... Хорошо, давайте мы посмотрим вначале, что вы построили, а потом мы поговорим о том, как бы вам удалось это сделать. Пожалуйста, покажите первый фрагмент. Обручается раб Божий Иоанн, рабе Божией Анастасии, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Обручается раб Божий Иоанн, рабе Божией Анастасии, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Недавно в селе Борисовка Добровского района Липецкой области открылись двери храма в честь самой почитаемой на Руси иконы, иконы Казанской Божьей Матери. В наше нелегкое время мы все особенно нуждаемся в заступничестве Пресвятой Богородицы за Россию. Казанская икона на протяжении многих веков охраняла наш народ от всякого зла, и строительство в ее честь нового храма является свидетельством нашего упования на помощь Божьей Матери. Мы с подругой здесь поем. Скажите, пожалуйста, это было какое-то, я не знаю, вот некоторые говорят, знамение, некоторые говорят, что что-то такое приходит. Вы почувствовали какое-то особое... Да, я почувствовала, наверное, это было какое-то знамение, толчок, что-то вот шло из души, ну, с религией. Вы религиозный человек? Да. То есть все годы у вас в семье как-то... Не все годы, несмотря на советскую власть, нет? Нет, нет, нет. Когда мы были в России, то, конечно, ни о каком религии не было речи, там была школа, комсомолы, все это такое было. Очень стыдно или даже нехорошо пойти в церковь, иначе тебя кто-то со школы увидит. Нет, я пришла как бы к вере только здесь, в Америке. А почему, как вы думаете, почему вас это потолкнуло? Вот в Америке вдруг вы пришли... Я не знаю, мы очень тяжело начинали здесь, в Америке, и когда мы купили первый дом, у меня была такая благодарность к Богу, что я побежала в церковь, благодарите, вот с этого момента у меня... Вы были благодарны Богу, но рядом есть Леон, и у него тоже... Ну, я родилась в такой семье, в религиозной, просто я никогда на это не обращала внимания. А как вас приняли окружающие там, вот в этой Борисовке, да, в Липецкой области? Ну, наверное, хорошо, но я их никого не знаю. Но у меня брат принимал строительство в этом... строительство церкви, и все... И все, в общем, как-то помогали. У меня там две сестры и брат. Вам легче сейчас на земле живется? Вы чувствуете себя спокойнее? Да, спокойнее намного. Что где-то есть... Что я что-то сделала, да. Что-то сделали. А скажите, пожалуйста, вот всегда у вас возникает вопрос, а как вот взаимоотношения в семье? Вот, ну, я не знаю, религиозный праздник. Вот сейчас была Пасха, да? Пасха была еврейская, Песах был Пасх. Вы как-то празднуете и то, и другое? Да, мы празднуем и то, и другое. Как происходит у вас в семье? Лен, как вы это делаете? Ну, я уважаю эту религию, всегда. И вы преломляете тоже мацу, вы ставите мацу в этот день, да, Лен? Да, Лен, как вы это отмечаете? Да, нормально. То есть никак вас не смущает, что вот с вами рядом жена и юдейка? Наоборот, я к этому привык и абсолютно нормально отношусь. У нас и мезузы в доме, и иконы. Все уживается. А вам нравится еврейская еда? Пасхальная еврейская еда? Да, очень вкусно. Вы умеете это делать, что-то еврейское? Ну, что-то умею, да, по рецепту. Ну, понятно, всем по рецепту. Понятно. Хорошо, давайте посмотрим еще один. У нас фильм небольшой, посмотрим еще один эпизод, который из этого фильма. Пожалуйста, покажите нам еще один фрагмент. Жертвования поддерживают купцы и предприниматели. Отдавая деньги на строительство лечебниц, храмов, они свято верили, что деньги, потраченные на добро, обязательно вернутся добром с наибольшей силой. Деньги отданы на благотворительность. Скажите, Ольга, вы любите украшения, вы любите бриллианты, вы любите какие-нибудь золотые вещи? Ну, как все нормальные женщины я люблю, но не так, чтобы горело. Ну, а если бы, например, пришлось выбирать между покупкой какого-то нового украшения и, я не знаю, там, помочь... Или, допустим, какой-то иконой. Да. Так, грубо говоря. Да, икона. Скорее бы сделали что-то такое, да? А вот конкретным людям вам приходилось думать о том, что как бы помочь конкретным людям, каким-то, я не знаю, конкретным организациям? Вот вы построили церковь. Что-то еще такое благодарительное вы сделали или вы думаете об этом? Или у вас есть какие-то планы? Ну, у меня есть родственники, которым я, поскольку могу, столько помогаю. А в ближайшее время таких грандиозных планов у меня нет. Строится новая церковь, монастыря или еще? У вас такого нет. Хорошо. Уважаемые телезрители, сейчас на экранах вашего телевизора вы увидите номер телефона студии, звоните, участвуйте в разговоре, задавайте вопросы и комментируйте. По крайней мере, ситуация вроде бы как для нас привычная, в то же время вызывающая какие-то интересные вопросы. Пожалуйста, вот телефон и ваша возможность быть с нами в студии. Звоните. Леон, скажите, пожалуйста, когда Ольга впервые заговорила о церкви? Вы человек, который помогает еврейским проектам. Думаете, как вы это восприняли? Ну, я же не только евреям в России помогаю. Когда-то в 99-м, 90-м году я развозил, не я или развозил, мои люди развозили рождественские подарки детям-сиротам, а детям в детские сады, которые вообще были нищие и голые босые. Знаете, рождественные подарки я несколько лет подряд завозил в Россию где-то по 20-25 тысяч рождественских подарков. И мои люди ездили в одеждах Деда Мороза, раздавали эти детям. Потому что если просто отдать кучу подарков в детские сады, разворуют тут же. А так это давали прямо в руки каждому ребенку, да? Да, в руки, да. Я когда занимаюсь, особенно в начале, я конкретно чем-то, а не просто какие-то фонды, организации, там деньги давали. Поэтому, когда она попросила церковь построить, я отнесся с большим уважением к моей жене, как она достойная, настоящая женщина. У меня даже никаких сомнений не было думать, да или нет. Я сказал, да, и я это все сделаю. И все сделал для нее. Прекрасно. Давайте теперь у нас есть люди, которые хотят с нами пообщаться. И это Галина с города Бостона. Здравствуйте, Галина. Вы с нами с тобой? Здравствуйте, здравствуйте. Очень приятно за сегодняшних ваших гостей, которые в студии. И у меня такой вопрос. Мы небольшая мессианская община в Бостоне. Как вы относитесь, я обращаюсь к гостям, помогать мессианским общинам, то есть те евреи, которые верят в Мессию, Иисуса Христа и Ищуа? Я хотел бы внести в тему нашей передачи. Дело в том, что в моем представлении самое главное, что бы мне хотелось поговорить, это как бы семья и отношения. Я бы не хотел уходить в различные направления религиозные. Я думаю, что если вы хотите, вы можете ответить все, что угодно в данном студии, но вообще-то я не считал бы необходимым сейчас продискуссировать различные направления. Конечно. Сейчас философствовать и дискуссировать в данной студии, я думаю, нет смысла, и никому это не интересно. Тем более мы люди не настолько образованные, чтобы четко высказывать свое мнение о религии. О религиозных каких-то вопросах. Хорошо. Ольга, скажите, пожалуйста, а вот ваше взаимоотношение с детьми, дети, вот как это у вас строится? Вы знаете, у нас как раз и не построилось никакое отношение в религиозном плане, потому что, так как Леон всегда хотел, чтобы они были в еврейской религии, но как-то у них не сложилось пока. Ну, с сыном мы делали в Бармитцу, у Стены Плача в Израиле, он у нас обрезанный. Обрезание делали все равно. Да. То есть все официальные, как положено, мы детям все сделали. Но пока как-то они не определились четко. Хотя уже взрослые дети. А вы как-то прикладываете к этому усилия, чтобы они определились? Я нет, сори. Вы прикладываете? Ну, она, если мы идем в синагогу, она детей готовит, все как положено. Даже несколько раз мы дома делали на Пасху Сидор, она вместе с домработницей, Ольга все это готовила, все по книге. У нас нормально. Скажите, Ольга, а вы когда-нибудь побывали с инагогами? Да. Вам нравится? Нормально. Но я видел в фильме, где подарок Тары, вы там, мне кажется, даже держали ручку и записывали тоже свою муху. Да, так что... Не, надо уважать разные религии, ничего здесь такого нет. Хорошо. Мы продолжаем общаться и с нашими зрителями тоже. Первый звонок это Коннектикут. Кто у нас, извините, я прослушал. Евгений Коннектикут. Здравствуйте, Евгений. Вы ставите в студию. Добрый день. Добрый. У меня вопрос такой. У меня есть несколько предложений по поводу благотворительности и по поводу помощи российским товарам. Да, пожалуйста, говорите. Я хотел бы узнать, как мне состыковаться с... А, вы хотели бы... Хорошо, хорошо. Евгений. Спасибо, спасибо. Вы готовы дать какой-нибудь контактный, я не знаю, там, телефон или имейл, адрес какой-то, по которому можно с вами связаться? Да, можно имейл. Имейл лучше всего. Имейл, да. Я вам дам имейл. Или давайте мы сделаем так. Уважаемые телезрители, если вы хотите с кем-то связаться из наших гостей, наверное, самый лучший вариант, оставьте свой телефон. И Леон или Ольга, в зависимости от того, кто на этот вопрос ответит, с вами, вам позвонит и с вами сважется. Я думаю, что так будет лучше всего. А кто у нас следующий на линии? Алло. Бостон. Алло. Бостон Арон. Здравствуйте, вы с нами в студии, Арон. Здравствуйте. Это я, да. Да. Да, слушаем вас, Арон. Добрый, добрый день. Добрый, добрый. Я звоню из Бостона. Да, пожалуйста. И, да, я еврей. И одно из моих достоинств, что я из Одессы. Так, хорошо. Я сейчас занимаюсь благотворительной деятельностью по сооружению, по сооружению мемориального комплекса, жертвам евреев, жертвам Холокостства на территории Трансмистрии. Это юг России. Да, да. Это юг России. Я участвую, я собираю какие-то финансовые средства, чтобы соорудить этот мемориальный комплекс на территории старого, бывшего еврейского кладбища в Одессе. И вот, слушая вашу передачу и познакомившись благодаря вам с такими великими людьми, которые сейчас у вас в студии, я этих людей называю великими людьми. Можно вас спросить, скажите, как люди откликаются на ваши предложения и как вы эти предложения делаете? Вы встречаетесь с каждым человеком, вы направляете письмо, что вы делаете? Я скажу, я скажу, да, я отвечу. Я с многими очень, я переписываюсь, это легче. Но с теми друзьями, которые мне близкие, знакомые, знакомые моих друзей, земляки, я многими вижу в Бостоне. А с другими, когда я, например, в каких-то туристских поездках, я считаю эту тему тоже главной. И мы касаемся этой темы. Вот такое у меня общение. Я общаюсь с Одесской ассоциацией евреев. Это телефон звонит. Алло. Нет, нет, все нормально. Хорошо, Арон, большое спасибо за звонок. Ну, я хочу сказать, что доброта всегда была... Алло. Да, да, да. Я хочу сказать, что доброта всегда была самым-самым великим качеством человека. И я снимаю шляпу перед семьей Гендельмон, и я говорю им огромное спасибо. И мне бы хотелось иметь их реквизиты, чтобы я мог с ними затеять какое-то общение. Оставьте свой телефон, и Леон вам перезвонит. Скажите, пожалуйста, Леон, а вот вы когда с кем-то общаете, где-то бываете, вы рассказываете о своей благотворительности или нет? Вы рассказываете о том, вот я... Нет, я не рассказываю. Тару подарил, я церковь построил. Вы говорите о том, что мы здесь, потому что мы должны ответить на вопросы, правильно? Я отвечаю. Так, допустим, в России так все знают, я участник всех еврейских организаций. Всех мероприятий еврейских. Да, ну, активное участие я сюда принимал и принимаю. Но, говорит, я когда кого-то приглашаю поучаствовать в какой-то благотворительности, я говорю, давай, поучаствуй. Не имеет значения, сколько ты дашь. Сто тысяч долларов, десять тысяч, тысячу, даже дашь пять долларов, ты такой же участник, как и все, кто дают намного больше. Каждый дает, как бы, как у еврея принято, пять процентов, ты должен давать нам благотворительность. То есть каждый от себя берет ту долю, которую он может дать. Поэтому уважение к человеку, который дал сто долларов или дал сто тысяч, ну, как бы, конечно, в сторону сто тысяч больше уважаем, но для меня, в принципе, одинаково. Человек не имеет денег, дал сто долларов, он молодец. Понятно. У нас Рита, город Нью-Йорк. Здравствуйте, Рита, вы с нами в студии? Алло? Связь с Нью-Йорком самая дальняя. Да. Алла. А, вот видите, телефон у нас отключился. Ольга, а вы кого-нибудь уговаривали, убеждали, когда вам пришла эта идея по строительству церкви? Вы как-то кого-то тоже пытались поднять? Или вы сами все хотели сами сделать? Нет, у нас получилось так, что Леон полностью оплатил мне эту стройку, и единственное... Вам не надо было никого искать? Нет. Единственную бригаду, которая работала, и мой брат, который был как менеджер, руководился. А вот хорошо, немножко чисто технологически, мне интересно. Вы строите церковь, и вы договариваетесь где-то, я не знаю, с каким руководством христианских общин, чтобы туда направили служителей, чтобы все это как-то обеспечили. Как это все делается? Да, это есть такой синод у них, когда строится церковь, или когда-то умирают в другой церкви какой-то священник, они из этого синода назначают священника. Вы обратились? Мы обратились, и у нас даже не была достроена церковь, как нам уже дали священника. Но еще в связи с тем, что это две деревни, как бы на две деревни это церковь, и так, чтобы обеспечить людей церковью и священникам, и службами, нам повезло, что нам дали быстро. То есть это на две деревни, да? На две деревни, мы сказали. А много верующих? Деревни большие? Нет, деревни небольшие, пожилое население, конечно, они все ходят. Все ходят, да? А молодых нету, практически молодых живут? Школьники ходят, да, я видела. Хорошо. Алла, здравствуйте, вы с нами в студии. Алла из города Нью-Йорка. Здравствуйте. Говорите, говорите, пожалуйста. Да, добрый день. Добрый. Мне очень приятно видеть... Да, еще раз. Мне очень приятно видеть вашу передачу по телевизору. У моей семьи тоже самое, у меня муж, еврей, я русская. Мы соблюдаем две религии, отмечаем еврейские праздники. Сейчас прошла Пасха. И сейчас была русская Пасха, и мы отмечали русскую Пасху. И наши друзья тоже все евреи. И мне очень приятно видеть Леню и Олю. Я их видела несколько раз. У моих приятелей, у Гали и у Мираба. Они их знают. И мне приятно было слышать то, что Оля построила прекрасную церковь. А вы раньше знали об этом, да? А я слышала от своей приятельницы Гали. Понятно. А скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что у вас семья смешанная в браках. А дети? У вас большие, взрослые? Да. Ребенок у нас общий, взрослый. Марьяна. Она у нас... Она у нас лоер. Работает в лоерской фирме в Манхэттене. Ну и кому она? И она у нас соблюдает оба праздника. Алло? Да, она соблюдает также еврейскую Пасху и соблюдает также русскую Пасху. Но, наверное, когда у нее мальчик, он еврейский, мальчик тоже лоер. Но, наверное, когда она выйдет замуж и у нее будут общие дети, мне кажется, она выберет то, что она будет больше соблюдать. Наверное, больше, наверное, еврейское. Еврейское. Хорошо. Большое спасибо. Вы хотели что-то спросить? Я хочу поблагодарить эту семью, Олю и Леню. Я хочу поблагодарить. Хорошо. Спасибо. Спасибо вам за звонок. Я хочу... А, давайте еще один звонок. Рита. Рита, город Нью-Йорк. Здравствуйте, Рита. Рита. Алло? Да-да, я слушаю. Это мы вас слушаем. Здравствуйте. Да, я... У меня есть вопрос к вашим гостям. Пожалуйста, говорите. Я не буду долго распространяться. У меня вопрос такого плана. У меня примерно такая же семья, и моя свекровь покойная, царство и небесное, соблюдала все религиозные праздники православные и очень почитала Казанскую Божью Матерь. И молилась ей. И я бы хотела знать, где вы построили этот храм. Я не знала в Советском Союзе ни одного храма Казанской Божьей Матери. Только иконы были в соборах. Мне бы интересно было очень узнать, где находится этот храм. Оставьте также телефон, и Ольга с вами, вам перезвонит и все расскажет. И, может быть, сейчас вы ответите. Пожалуйста, Ольга, еще раз напомните, где... Это в маленькой дереве Борисовка, которая находится от Липецка 40 километров. Хорошо. А если что, потом вам оставят телефон, вы перезвоните. Хорошо. Значит, смотрите, у нас времени осталось буквально немножко. И в таких случаях всегда хочется узнать, ну, я не знаю, что самое-самое такое сегодня вас волнует, и что бы вы хотели, вот вы или он, сделать, или куда направить свои силы, свои возможности. Ну, силы у меня все время куда-то направлены. Так что их нужно, может, уменьшать количество направлений сил. Ну, я этим, как бы, мне не нужно думать, куда нам напрягать. У вас много есть планов, которые... Я просто участник стольких процессов, что... Много проектов у вас уже в действии. Нет, я участник процессов во всяких других организациях, где занимаю, как бы, так сказать, таким делом, как привлечение людей и инвестированием денег в помощь. Хорошо. Ольга, вы что-то хотите сказать о своем будущем? Мне бы хотелось в будущем иметь нормальную семью, радоваться своим детям, чтобы у них была карьера и так далее. И так далее. Чтобы внуки, чтобы уже появились. Да, цельно сказать, но внука хочется. Ну, внукам будут, наверное, те же самые проблемы, те же самые вопросы они будут решать, и вы им будете помогать. Я желаю, по крайней мере, чтобы всегда в доме у вас было, вот тут, как бы, я не знаю, понимание, взаимопонимание, которое вот сейчас мы с вами наблюдаем. Уважаемые телезрители, у нас сегодня в гостях были Леон Гандельман, это бизнесмен, и его жена Ольга Гандельман. Участвовала в передаче Ирина Савина, журналистка, автор фильма, который вы смотрели, о подарке, который был сделан в синагогу, о подарке дары и строительстве церкви в Липецкой области. Вот такая передача, вот такие люди, и я, как всегда, благодарен нашим гостям, Леону Гандельману и Ольге, и благодарен, уважаемые телезрители, вам за то, что эти 60 минут вы провели вместе с передачей «Контакт по понедельникам», который для вас вел Борис Тенцер. Всего хорошего и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова